Сто шагов выросли из пяти реформ, которые президент предложил на инаугурации. И здесь два из них посвящены модернизации госслужбе. Один это восхваление экономических реформ получается. И еще один очень важный для нас был реформа судейской системы. Но там есть конкретизация в этой реформе судейской системы. В основном она направлена на улучшение инвестиционного климата. В Казахстане инвесторы не особо горят желанием работать, потому что у нас проблемы именно в правовой сфере. То есть у нас те законы, которые существуют, они не реализуются на практике. То есть судья выносит решение по собственному убеждению, а не по закону. Получается, у нас закон стоит на втором месте. А это для иностранцев, ни для кого это непонятно. Поэтому мне было интересно, когда же выйдут эти 100 шагов, чтобы посмотреть, что туда включено, что вкладывается в реформу судебной системы. Насколько я увидела, туда входит не только реформа судебного сектора, но здесь и правоохранительные, и также судебные исполнители сюда же входят. И можно прокомментировать вот эту вторую реформу, которая разложена в 100 шагах. Она идет всего, получается, 19 пунктов уделено верховенству закона, обеспечению верховенства закона в стране. И интересные моменты. В общем, сама система этих 100 шагов расписана таким образом, что если взять и посмотреть, то здесь идея заложена разгосударствления власти. То есть деэтотизация, которая, мы давно ее ждали, и давно, когда президент все-таки отпустит из своих сильных рук всю эту систему государственную. И здесь это есть, но здесь очень осторожные шаги, очень такие мягкие подходы. И плюс тут очень прослеживается по всему документу момент, что все реформы, связанные с преодолением коррупции в стране, они потерпели неудачу. И здесь это очень четко прослеживается, потому что вот в этих шагах во всех идет именно как преодолеть коррупцию. Как вот в этом секторе, как вот в этом секторе, что сделать еще можно, чтобы не было коррупции. Ну вот, затронем тогда вторую реформу. Она начинается с 16-го как раз шага, 16-й шаг. Он направлен на оптимизацию инстанции судебной системы и упрощение доступа граждан к правосудию. Сокращая пятиступенчатую ступень подачи документов в суд до трехступенчатой. То есть там абсолютно исключается надзорная инстанция. То есть Верховный суд уходит из возможности защиты своих прав. На наш взгляд, доступ к правосудию не выражается, сколько ступень у тебя к тому или иному суду. Наоборот, у граждан должна быть возможность поступенчато защищать свои права от инстанции к инстанции. Здесь вопрос не в том, что она пяти или трех. Вопрос в том, что каждая инстанция защищает решения предыдущей инстанции. То есть здесь круговая порука, редко когда отменяется решение первой инстанции. Потом редко апелляционный, касационный и идет уже надзорный. На надзорный обычно очень много адвокатов надеются. Но это Верховный суд, это Астана. И с одной стороны, это лишний раз доказывает, что интересно, это чистосердечное признание власти, что Верховный суд, в принципе, он принимает решения всех нижестоящих инстанций. То есть смысла его как такового нету. И это чистосердечное признание меня очень радует. Потому что получается, что за все коллеги Верховного суда мы зря из налогов тратили деньги и вообще платили им, раз они все равно принимали решения, опираясь на нижестоящие. Были случаи, даже как бы все эти решения переписаны буква к букве. Даже те же самые ошибки, те же самые опечатки, те же самые, например, какие-то нюансы, которые неправильно изложены в деле. И все это было уже издано под лейболом Верховного суда. Поэтому, может быть, это и хорошо, что Верховный суд, раз он все равно неэффективен и не так уж необходим, его отодвигают, вообще убирают из этой системы. Дальше ужесточение квалификационных требований, отборов кандидатов на судейские должности. Это очень хороший момент, потому что мы сталкиваемся зачастую с непрофессионализмом судей. Иногда приходится за них самих писать решения, писать документы, исправлять протокол. И плюс еще к тому же приходить собственными домиками законов и тыкать носом каждого судью, как бы он там не хорохорился, не кричал. Я судья говорит, вот, есть статья, будьте добры, исполните ее. И иногда судья принимал эту статью, хотя я вам говорила, что закон отходит подальше, и главное убеждение о судье. В наших судах так. Поэтому здесь предлагается пятилетний опыт в судейских вопросах. То есть это должны быть адвокаты, либо юристы с пятилетним стажем. Потом они тут должны проходить стажировку в судах и так далее. То есть фактически, это опять же чистосердечное признание, что сейчас в судах некомпетентные люди сидят, у которых нет пятилетнего образования в судебной системе, у них нет стажировки, и у них нету, вот как здесь предлагается, опыта, хотя бы годового такого опыта, как это называется, опыт, когда нанимают на короткий срок, чтобы проверить квалификацию. Вот, испытательного срока, вот. То есть у них даже нет испытательного срока, на каких основаниях принимают. Это вообще... Вот сейчас хочется пойти, вот если бы у нас была такая возможность, как у общественной организации, проверить, тогда на каких основаниях сейчас принимают на должность судьи, и он решает судьбу людей и выносит решения, которые ни прокуратура, никто не может отменить. То есть, когда... Я не знаю, кто писал эти «Сто шагов», но так как они изданы, идут от президента страны, то здесь как бы идут чистосердечные такие признания по каждому пункту, и даже не знаешь, кого жалеть. Того, кто писал, или народ, который живет в этой системе. Дальше, восемнадцатый шаг – это выделение Института правосудия и структуры Академии Государственного управления в целях усиления взаимосвязи, обучения судебной практики. То есть, опять же, признание того, что обучение и практика, они не идут параллельно у нас, они отдельно. То есть, обучен ты, не обучен, но ты уже являешься судьей. То есть, здесь есть такой нюанс. И это интересно, это передают Верховному суду полномочия. То есть, чем-то же должны судьи, их же не увольнять, раз сокращается количество инстанций для установления защиты своих прав. И получается, что Верховному суду отдают образовательные функции для судей. Таким образом, но при этом еще такой нюанс очень важный. судебную систему, то есть, саму судебную систему, вот как раз от президента, я не знаю, здесь нигде это не прописано, но говорится о том, что именно Верховный суд и будет нести ответственность полностью за судебную систему. То есть, с какой-то, вот, можно подумать, что президент отдает эти полномочия судебной власти во главе с Верховным судом. Но здесь этого не написано, здесь есть как бы намек на это. Ну и раньше, в принципе, списки всех судей формировал Верховный суд. И также, именно Верховный суд отвечал за наполняемость судов судьями, просто подавал списки. Здесь как бы это официально передается, или намерение, это скорее декларация намерения, и передать это все основательно. Но вот тут такой момент, очень тонкий и интересный. Будет ли это сделано, и будет ли действительно разделение вот этих, хотя бы, исполнительной ветви от судебной? Произойдет ли это разделение? Дальше очень важный момент, усиление подотчетности судей. Разработка нового этического кодекса. Опять же, вопрос встает, по какому кодексу они раньше действовали, что необходимость необходимость нового этического позволит, как написано в пункте, создать беспристрастную судебную систему. Я думаю, там нигде не написано, что судья должен быть пристрастным. Но мы предлагали, чтобы этого не было, убрать пункт, что судья принимает решение по собственному убеждению. Потому что ни один судья не отличается высокими моральными качествами и убеждениями. Он не бог, он не может себя применить, как Бог позиционировать, чтобы, опираясь на них, принимать решение, по сути, судьба многих людей. То есть, здесь бы логично было бы, если бы не в этом пункте было указано, что вот этот пункт, по собственному убеждению, из закона будет убран. Но здесь нигде этого, к сожалению, нет. Возможно, те, кто писали эти 100 шагов, даже не подразумевают, даже не знают, что у нас есть этот пункт, по которому все вот их старания можно свести к нулю. Как бы там судья не был обучен и тому подобное, он примет решение по собственному убеждению. Это самый удобный, коррупционный момент. Но здесь предлагается, что каждый может обратиться в судебное жюри, которое будет создано в Верховном суде, и таким образом обжаловать действия судей. Но по нашему опыту, и сейчас есть такое судебное жюри, куда можно обратиться, но это будет бесполезная трата сил, времени, денег на пересылку документов, потому что в основном Верховный суда всех своих ставленников оправдывает. Ну, в общем, 20-й шаг, который также говорит о реформе судебной системы, он говорит о том, что все судебные заседания должны проходить с аудиофиксацией. Это и аудио, и видеофиксации. Это сейчас уже внедряется, это уже сейчас в судах, я не знаю, как в сельских, но в Алматинском суде есть. И то, что там специально разработана программа, что нельзя ничего стирать, и когда печатается протокол, это также все выходит на видео, на экран, и можно смотреть, насколько грамотный секретарь, насколько он грамотный и быстро умеет печатать все, что происходит. Ну, честно говоря, это оставляет желать лучшего, потому что, судя по всему, секретари, которые при судях работают, у них нет хорошего образования для того, чтобы занимать эти должности. Здесь, как минимум, надо садить людей либо с филологическим образованием, либо с юридическим, который проходит практику и тому подобное. Потому что зачастую вот эта практика печатания протоколов, она связана с огромным количеством ошибок, которые потом приходится просто через официальные письма убирать из этого протокола. Это никому не нужно, ни сам, ни ответчикам, ни самим судьям. И получается, что у нас сейчас идет вот таким образом горячая пора опробирования вот этой системы. То есть ее уже начали опробировать и столкнулись с такими проблемами. Дефицит кадров, да? Ну, еще для чего нужна аудио-видео фиксация? Она очень важная. Она должна выдаваться обеим сторонам. И любое решение не должно приниматься без наличия этой аудио-видео фиксации. То есть это нужно вносить в закон изменения и поправку, чтобы обязательно сторонам выдавалась видеозапись. Таким образом, они смогут всегда доказать, кто был не прав. Судья, либо что-то происходило не так, может быть, как-то закон ненадлежащим образом соблюдался. Или, например, не выслушан был, хотя у нас каждый, каждого должен судья выслушать. Но у нас зачастую судьи говорят, согласен с требованием, согласен, до свидания, и удаляются в свою комнату, выносят решение. То есть даже не доводят до предней. Это все есть. Дальше. 21 шаг. Расширение области применения суда присяжных. Расширяя область присяжных, мы тогда просили, чтобы в гражданских делах, особенно скандальных, они обязательно присутствовали. Здесь же, опять же, суд присяжных оставляет в рамках уголовного судопроизводства. То есть, в принципе, это все было. И теперь составит список обязательных дел, где присяжные должны быть. Но, скорее всего, это будет связано с инвестиционными какими-то делами, с бизнесом, потому что в самих пяти шагах акцент сделан, что беспристрастный суд гарантирован именно по делам инвестиционным и для бизнеса. для простых граждан здесь как-то не потрудились прописать, либо намеренно прописали, что для конкретных категорий. И уголовное дело здесь будет связано именно вот с такими вещами. Хотя очень много гражданских дел, по которым просто необходимо не решение суда, а решение присяжных. Двадцатый шаг. Обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет поэтапной передачи следственному суде полномочия санкционирования всех следственных действий. Вот здесь у нас действительно промах в том, что наши судьи не могут останавливать судебное дело и передавать следствию, потому что зачастую в судах лежат дела, которые требуют проведения дополнительных следственных мер, мероприятий. Но этого не делается. Здесь как бы дают эту возможность, но насколько она будет реализована, не знаю, потому что судья у нас не привыкли этой возможностью пользоваться. И в гражданских делах это вообще обязательно просто нужно это делать. У нас зачастую решение выходит, а потом уже через прокуратуру добиваемся следствия дополнительного почерковеческой экспертизы, еще там каких-то дополнительных экспертиз, но только после того, как уже решение вышло. То есть фактически судья принимает решение, опираясь на не совсем достоверную информацию. Но это тоже говорит о компетентности судей. Когда мы смотрим какие-то фильмы, мы всегда видим, что судья может сказать следствие доработайте, следствие доделайте. у нас такого не услышишь. Я быстро закрываю, быстро каким-то своим определением или решением делаю. И все. Даже у нас есть такое решение интересное, когда люди доказывают, что они имеют право претендовать на этот дом. Но у них никаких юридических обоснований нету, чтобы находиться. Ни договора купли-продажи, ничего. Но так как судья рассматривает наследственное дело, то есть наследник обратился, чтобы получить этот дом, а не рассматривает правоостановочные документы тех, кто живет в этом доме, здесь судья говорит, это вызывает сомнение и выносит решение. То есть он отказывает наследнику, потому что срок давности пропущен. Интересно. А те, кто живут по непонятным документам, он не инициирует ни следствия, ни какие-то действия, ни даже какое-то должна быть гражданское даже инициатива прокурору написать об этом, что есть такая проблема вот в этом, с этим имуществом и с этим недвижимостью. Возможно, вот сейчас это как раз судья смогут это применять. Это очень интересно. Два других шага, 23 и 24, они касаются как раз инвестиционного климата, именно связанного с арбитражем и решения вот этих споров, связанных уже, когда вкладываются инвестиции и какой-нибудь наш ушлый бизнесмен, рейдерским захватом этот бизнес говорит, это мое, мы вам очень рады, ну, до свидания. Здесь мы хозяева, мы там. И двумя шагами пытаются обеспечить какую-то защиту правовую, то есть отдельно выделяют отдельное судопроизводство по инвестициям будет. Ну, то есть интересный момент, может быть отдельно судью подготовят, может еще что-то, международные законы наконец-то дадут почитать, может один будет компетентен по международным законам и еще каким-то вещам. Ну, то есть вот эти все шаги, они до смешного необходимые и в то же время до смешного простым языком написанные, чтобы наши, кто будет это реализовывать, чиновники, поняли, что в принципе у вас есть пробелы и мы вам уже говорим простым языком, только сделайте это, чтобы, например, улучшить инвестиционный климат в стране или ну, бюджет принести больше дохода, потому что мы уже не знаем, как с вами говорить на другом языке. Вот еще интересный момент, это 25-й шаг создания Международного Совета при Верховном Суде, то есть пригласят международных судей, которые будут у нас в Верховном Суде, как бы делиться опытом и мониторить ситуацию, которая будет. Но, учитывая, что Верховному Суду предоставят функции как раз наполнения судей судьями, то есть квалификационные, то есть наши не хотят это делать. Они приглашают, вдруг им разрешено пригласить международных организаций, и те будут обучать наших судей. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, они некомпетентны в нашем законодательстве. Они будут учить их скорее по международным стандартам. Но у нас было такое, что в Вашингтон приехали с Верховного Суда, и когда их тоже стали обучать, квалификацию повышать, одна женщина это была, и им говорят, есть прокуратура, вам передает какое-то дело, как вы должны к нему подойти? Она говорит, ну, конечно, утвердить его. Почему? Ну, это же прокуратура передала. То есть у нас уже настолько мышление другое, что смогут ли иностранцы обучить наших судей, того же Верховного Суда, другому восприятию процесса соблюдения прав человека, гражданина и связанных с ним вокруг и около других прав. То есть у них есть, если госструктура передала, это однозначно человек виноватый. Все, здесь нету других вариантов. А зачем тогда носить это гордое звание судей, который может, опираясь на свое обучение, уже свою практику и законы вынести и посмотреть, действительно ли прокуратура. Ну вот был такой случай. Это как раз. Ну 26-й шаг сокращения участия прокурора в суде по гражданскоправовым спорам для упрощения судебных процедур. Это, конечно, ужаснейший шаг, потому что и так прокуроры, когда присутствуют, они присутствуют не на всех делах, они там посылаются на какие-то определенные дела. Мы, конечно, имеем право вызвать прокурора, но он не всегда приходит. У нас прокуратура и так ужасно работает, чтобы совсем их сократить. Как раз-то можно, конечно, судья не слушает, что там, какие жалобы пишет прокурор, но иногда помогает присутствие прокурора на судебном слушании. И сокращение прокуроров это вообще нецелесообразный процесс. Как раз-то прокуроры, они позволяют судье немного держать себя в рамках. А если не будет прокуроров и даже в связи с этим тут предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, это отставку прокурора, это ни в коем случае делать нельзя. Это очень поспешный шаг. У нас настолько незрелые суды, судебная система, что любое дополнительное лицо на судебном процессе, официально, и тем более из прокуратуры, оно только, оно необходимо. Самих прокуроров там, я понимаю, надо еще обучать и обучать, как это защищать, и права граждан, потому что они по факту не все понимают, что они призваны для соблюдения законности в суде. И вот такой нюанс есть. Также преждевременным шагом является 27-й шаг по сокращению государственной службы судебных исполнителей. Учитывая, что служба судебных исполнителей и так у нас там маленькое количество народа, чтобы обеспечить исполнение всех судебных актов, а если их еще сократят, то это будет вообще печальное зрелище. У нас только по алиментам задолженность такая, что ни один штат в конкретной местности не справляется с исполнением. И учитывая еще человеческий фактор, то есть квалификацию этого судебного исполнителя, за которым ходить надо, чтобы он исполнял, это делать ни в коем случае нельзя. Я понимаю, ввели систему частных судебных исполнителей, но здесь такой момент, что частники они просят 10% вперед. Не каждый себе позволит оплатить 10% о истребованной сумме вперед. Тогда получается, что мы сейчас на корню просто судебное исполнение, тогда зачем суды нужны, если некому будет это исполнять? Смысла вообще нет. Это очень преждевременный шаг. Частные судебные исполнители без денег ничего делать не будут. А не у всех этого есть возможность. И получается, мы подставляем всех граждан, которые не смогут заплатить за это. Надо как раз-то улучшать эту систему государственных судебных исполнителей. Настолько ее улучшить, усилить, чтобы вот эти долги, которые накопились, они как раз решили по ним вопросы. А у нас государство их сокращает, плюс срок по долгам сокращает. Получается вообще делать невозможным исполнение судебных. Тогда смысла в суды обращаться вообще не будет. Люди обращаются за исполнением своих прав, чтобы они были выполнены. Но здесь не будет смысла. Здесь потом вышел с решением суда исполнять, ему фактически некому. Но вот здесь как бы тоже поторопились. Ну также говорят, будут сокращать, чтобы улучшить качество этих судебных исполнителей. Ну как бы здесь можно улучшать качество, не сокращая, так скажем. Вот 28 шаг касательно полиции нашей. Доблестной полиции, которой боятся все граждане, от которой все пьют корвалол и все остальное, потому что знают, либо она ничего не сделает, ничем не поможет, не раскроет никакое дело, кроме кражи сотового телефона, которая с помощью Билайна или какой-то GSM-фирмы помогает им это сделать, как слепым котятам, либо использует свою полномочию во вред этому гражданину. Конечно, есть хорошие полицейские, достойные полицейские, но вот этот отбор, который предлагается в 28 шаге делать по компетенции компетентный подход называется, который будет вычленять хороших от плохих полицейских. Здесь должны работать как раз вот когда это происходит, и общественные советы, и общественные комиссии должны, плюс психолог работать, который будет вывешивать по каждому сотруднику, насколько он не страдает никакими психическими заболеваниями и тому подобное, и он не социопат, и он может работать с гражданами. Насколько наш опыт показывает, очень маленькая способность к коммуникациям вообще у какого-либо полицейского, а не просто асоциальные в этом плане. Они могут нести службу, они могут выполнять, работать с людьми мало кто из них может. То есть вот эту коммуникативную функцию это надо развивать, это надо для них с ними работать и работать. Здесь получается еще 29-й шаг это включение работников в государственную службу, то есть это дополнительная нагрузка на полицейских, это навряд ли такой шаг нужен, потому что они должны с местными проблемами. И здесь как раз пункт, который тоже говорит о разгосударствлении, это создание местной полицейской службы, вообще за границей всегда местный бюджет определяет сколько полицейских будет. Здесь у нас через центр все решается. И вот это мне кажется очень хороший момент, если местный бюджет будет определять сколько им полицейских надо, сколько не надо сокращать или прибавлять. То есть это очень важный момент для бюджета и для прогрессивного развития. К тому же здесь тогда полицейские находясь на местном уровне, когда не идет не с МВД по общественным советам. Общественные советы при МВД и сейчас есть, только они не так сильно развиты, кроме Астанинского. Я не знаю, чтобы местные советы хорошо работали. И здесь такой момент, что как раз хотят разработать дополнительные услуги по реабилитации граждан после тюрьмы. То есть вот как раз то, что у нас легче опять совершить преступление и сесть, потому что там все обеспечиваю, чем выйти в мир, где ты не можешь адаптироваться.